Автоинспекторы региональной столицы сегодня проверяли водителей, перевозящих школьников, на наличие детских удерживающих устройств. За рейдовым мероприятием вблизи одного из образовательных учреждений Черкесска наблюдал корреспондент Артур Мхце. Утро. Автомобилисты региональной столицы уже спешат по своим делам. Кто-то по пути подвозит детей к 20-й гимназии. При этом, увы, далеко не всегда заботясь об их безопасности. Впрочем, на этот раз сюрпризом для многих стала профилактическая проверка сотрудников госавтоинспекции. На территории Республиканского центра проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автокресло». Мы останавливаем наших водителей, объясняем. В первую очередь, мы должны предупредить наших водителей, чтобы они пристегли ремнями безопасность и сажали в автокресло своих детей. Потому что безопасность детей, соответственно, отвечаем не только мы, но и родители. По мнению полицейских, именно от старших зависит, будут ли юные горожане знать правила дорожного движения и соблюдать их в любой ситуации. Стражи порядка регулярно проводят рейды на улицах Черкеска, а также профилактические беседы с различными категориями населения. Но для мальчишек и девчонок главным авторитетом являются их родители. Каким будет поведение на дороге взрослых, так поведут себя и их дети. В большинстве случаев. Мы предупреждаем, что действительно желательно их пристегивать ремнями безопасности, так называемыми треугольниками. То есть это спасает. Мы во всех школах и во всех садах объясняем, рассказываем детям, что это действительно безопасно. Я, как сотрудник полиции, приходя туда, да, действительно, они там начинают смотреть. О, дядя полицейский пришел. Интересно, но они не выполняют того, что я им объясняю. Даже тот же переходить в нужном месте, они просто повторяют за взрослыми. Взрослые, соответственно, тоже нарушают. Отсутствие удерживающего детей устройства может привести к финансовым потерям в виде штрафа в 3000 рублей. А учитывая довольно большое количество дорожных происшествий в регионе с участием юных пассажиров, наличие и использование подобного приспособления, думается, было бы не лишним со всех сторон. Я привожу ребенка каждое утро в школу. Мы обязательно пристегиваемся. Ребенок сам следит за этим. Сразу садясь в автомобиль, он пристегивает ремень безопасности. Так как эта тема для нас очень важна, мы эту тему всегда дома обсуждаем. Но у нас большинство водителей, к сожалению, о детях, ну, может, они думают, что смогут предотвратить что-то, но ведь не всегда можно предугадать, что произойдет. Конечно, дорожное движение, оно очень опасно в любом случае. Поэтому, я думаю, родители должны думать о безопасности своих деток и всегда пристегивать ремень безопасности. Это очень важно. Как видим, некоторые автомобилисты прекрасно понимают, что правила перевозки детей придумали именно для безопасности юных пассажиров. Впрочем, как показал нынешний рейд, подавляющее большинство людей продолжают рассчитывать на авось, интуицию и водительский стаж, которые могут в любой момент подвести и привести к трагическим последствиям. Кто в таком случае будет виноват? Видимо, кто угодно, но только не сам нарушитель. Артур Махцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин